Е13, давайте посмотрим. Я хочу сегодня говорить на тему, о которой иногда мы боимся, чтобы говорить. Я хочу говорить о богатстве. Богатство – это слово из Гиблии, это божественное слово, а нищета и недостаток – это дьявольское слово. Потому что богатство, оно всегда связано с благословением Божьим, а недостаток и нищета связаны с проклятием, которое, проклятие оно от дьявола. Вы знаете, когда первый человек – Адам, Ева, когда они были в Едемском саду, они не знали никакого недостатка. Но скорби, болезни, проклятие, бедность – все это результат грекопадения человека. Но в чем один важный момент? Когда мы говорим о богатстве, мы должны правильно понимать, что означает слово «богатство». Потому что иногда слово «богатство» ассоциируется у нас с мирским понятием «богатство». Знаете, вообще «богатство» означает «наполнен Богом». Богатство – это не деньги, это не какие-то материальные вещи. Потому что материальные вещи – это вторично. И проблема сегодняшняя, я бы так сказал, сегодняшняя церковь, одна из проблем – это то, что христиане, они хотят быть богатыми, не понимая библейского значения этого слова. И все, что они делают, они стремятся к деньгам или к каким-то материальным вещам. И так как они не получают этого, потому что идут неправильным путем, приходит разочарование, приходит как бы надломленность в вере. И человек говорит, я не понимаю, я же молился, я же верю. Но, друзья, Иисус говорит, ищите прежде всего Царство Божье и правды Его, а все остальное оно приложится. То есть практически Иисус говорит о том, что если мы будем богаты Богом, если мы будем наполняться Богом, то все остальное, то, в чем мы нуждаемся, и Его ответственность приложить это. Это не потому, что наше желание будет такое сильное, и мы будем об этом молиться. Он это приложит, это прилагается, потому что там, где Бог, там благословение. Там, где нет Бога, там нет благословения. Иисус говорит, 13 глава, со 2 стиха. «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». «И был Авраам очень богат». Заметьте, слово «богат» здесь не просто сказано «богат», здесь сказано, что он был очень богат. Но мы всегда обращаем внимание «богат скотом, серебром и золотом». Хотя, на самом деле, я бы обратил внимание на вот это слово, что он был очень богат, то есть очень наполнен Богом. Он был полон Бога. И уже потом это приложилось, это и серебро, и золото. Мы должны понять вот эту истину, что призвание христианина наполняться Богом. То есть искать всеми силами, чтобы быть наполненным Духом Святым. Чтобы ходить в полноте Духа Святого и вообще не думать и не переживать. А вот таких вот материальных вещах, конечно, мы должны работать. Конечно, мы должны исполнять свои обязанности, то, что мы должны делать. Но вот это стремление к богатству, вот это стремление, оно будет пагубным. Потому что Иисус говорит, что ищите Царство Божье. Смотрите, был очень богат, очень богат, то есть очень наполнен Духом, наполнен Богом. А представляю, как Авраам, знаете, он был полон благодати. И где было, не было, так же, как Иосиф, как и другие патриархи. Вот это Божье присутствие, оно проявлялось. И все, что вокруг них было, оно было благословлено. Оно изменялось. То есть они были богаты. И даже Лод, сказано, который ходил с Авраамом, он также был богат. Но заметьте, когда Лод отошел от Авраама, когда он ушел от Авраама и как бы потерял вот это... Потому что для Авраама источником был Бог, а для Лода источником был Авраам. И когда Лод потерял свой источник, и у него не было своих личных отношений с Богом, потому что когда пришли ангелы, он даже не узнал, что это ангелы. Написано, он все потерял. Все истощилось. Давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 15 главу. Евангелие от Иоанна 15 глава, где Иисус нам показывает некоторые вещи важные. Кто-то спросит, ну как мне быть наполненным Богом? Ну для начала ты можешь просить и молиться об этом, ревновать об этом. И вы говорите, перевнуйте Адаранду Холдух, исполняйтесь Духом Святым. Но поймите, друзья, что желание, Бог исполняет желание праведнее. Поэтому дьявол, он приносит или пытается принести всякие подделки, всякие отвлечения, чтобы мы отвлеклись от главного и сделали второстепенное главным, а главное второстепенным. И мы можем рассматривать Бога как кого-то, через которого мы хотим что-то приобрести. Но Бог, Он должен быть в начале. Бог, Он должен быть на первом месте. Аминь? Вы согласны за этим? Да. Друзья, на самом деле мы должны просто такую ревизию провести наших молитв. О чем вообще мы просим? О чем мы молимся? И если у тебя 90% твоей молитвы это просьба о нуждах, то это проблема. 15 глава Евангелия Теана. Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Отец мой виноград и всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть, видите, что Иисус, Он говорит о себе как о лозе. Он лоза. Лоза, она имеет корень. И она соединена, я не знаю, с землей, с грунтом, как угодно, получает питание. А мы, мы всего лишь ветви на этой лозе. Ветви, которые привиты. Потому что ветвь, которая привита, она живет не потому, что она ветвь, но за счет того, что она берет питание от лозы. Друзья, ветвь берет питание от лозы. Ветвь берет свою жизнь от лозы. Если обрезаешь ветвь от лозы, ветвь не может существовать. Она засыхает. В ней прекращается всякая жизнь. И мы на самом деле должны рассматривать и понимать, и помнить, что мы всего лишь ветви. А Иисус является лозой. То есть мы не можем функционировать, и не можем жить, и не можем быть счастливыми и жить полноценной жизнью, если мы на самом деле не питаемся от лозы. И Библия говорит, что ветвь, которая обрезана от лозы, она что? Она засыхает. Она становится безжизненной. Она становится сухой. Но, друзья, ветвь, которая на лозе, она всегда цветет. Она всегда, знаете, зелень там и плоды. И заметьте, что ветвь, она не напрягается в том, чтобы принести плоды. Все, что ей надо, это просто пребывать на лозе. И мы иногда этого не понимаем. Мы думаем, я должен напрягаться, я должен стараться. Но, друзья, мы должны стараться в одном, пребывать на лозе и питаться от лозы. А всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне. Заметьте, прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Как ветвь не может, друзья, не может приносить плода сама собою. Вот откуда разочарование. Что мы стремимся к чему-то, мы просим чего-то, не понимая, что наша задача и ответственность пребывать на лозе. И питаться от лозы. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирает и бросает в огонь, и они сгорают. И очень важный седьмой стих. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками. Теперь я хотел бы практически, практично взглянуть на то, что такое пребыть в нем. Кто-то скажет, ну я согласен, что я должен пребывать в нем. Ну как мне пребывать в нем? Как я буду знать, что я пребываю в нем? Во-первых, наше желание пребывать в нем, которое мы должны постоянно озвучивать в своих молитвах. Господь, я хочу, чтобы ты помазал меня. Я хочу, чтобы ты наполнил меня Святым Духом. Я, Господь, хочу, чтобы ты наполнил меня мною. Амэн? Да. Вы вообще на лозе сегодня, нет? Или лазанья-то? Или что-то? Иногда, знаете, как-то жизни надо больше. Смотрели этот мультфильм, Балта, да? Там, в жизни, к жизни мой друг. Ну так и спой, может быть, тогда к жизни тебя возвратить. О, воскресное собрание это очень серьезная вещь. Я буду сидеть. Знаете, в его присутствии полнота радости. В его присутствии полнота радости. Друзья, религия это форма без содержания. Что такое религия? Это когда я что-то делаю, это, может быть, не приносит жизни уже давно. А я это делаю, потому что это надо. Если ты молишься, и молитва не приносит тебе жизни, поменяй молитву. Скажешь, а что мне еще делать? На голову встань. Может быть. То есть это будет жизнь приносить. Стой на голове. Как угодно. Но не молись, вот просто, что до молитвы, что после молитвы. Разницы нет. Что почитал в Библию, что не читал, что спал, что бодрствовал. Должно, друзья, быть вот такое, знаете, решение внутри, что я хочу, чтобы Господь меня коснулся. Как это женщина в обческом течении. Если я коснусь его, я исцелюсь. помните, когда мы историю говорили, или это может быть, может быть, это реальная история, может быть, нереальная история, но один человек, он молился, один человек молился, он каждый день молился. И однажды ангел от него явился. Или Иисус явился, спросил, когда ты последний раз мне молился? Когда ты последний раз молился? Друзья, лучше пять минут молитвы, чем тридцать минут религиозного действия. Лучше пять минут молитвы. Лучше пять минут молитвы, чем полчаса просто, знаете, вот этого обряда. Иисус спросил, когда ты последний раз молился? Ну, я молился вчера вечером. Ты не молился вчера вечером. Я не молился вчера вечером. Ну, значит, я молился вчера утром. Ты не молился вчера утром. Ну, значит, я тогда молился. Ты не молился. Когда же я последний раз молился? И Господь говорит ему, ты молился последний раз 15 лет назад. Когда ты шел, ты увидел, как маленькая девочка перебегает дорогу, и на нее несется машина, и ты закричал, Господь, спаси ее. Говорит, вот тогда, вот это была твоя последняя молитва. После этого ты меня не молился. то есть молитва это когда на самом деле наша душа и разум подчиняется нашему духу и мы желаем чего-то помните ангел явился даниилу и что он сказал ты муж желаний вот если мы не поймем что я должен пребывать в нем что я должен быть наполнен им я хочу этого если бы этого не пожелаем друзьям мы бы не сможем наполняться богом все начинается желание идешь на собрание господь я желаю напомни за тобой дома ты молишься читаешь то есть цель какая чтобы мне больше больше его присутствует больше его благодать друзья смотрите что когда иисус приходит настроение меняется глаза меняются они они блестят или огнем горят а мы дальше божье присутствие у нас через присутствие святого духа и благословение божье это присутствие духа святого в нашей жизни помните галатам 3 что мои сыны авраама мы благословляемся с верным авраамом дабы благословение авраама через христа иисуса распространилась на язычников дабы нам получить обещанного духа верою чем заключено благословение благословение это не материальные вещи материальные вещи это вторично это может результат благословения но благословение это дух святой в нашей жизни и библиотека благословение авраама через иисуса христа заключается в том что мы верою верою получаем святого духа потому что мы не сможем мы не сможем войти и жить в божьем присутствии если вы не будем жить верой смотри верим мы молимся верой когда ты становишься на молитву ты веришь что бог тебя слушает когда ты просишь его ты веришь что он приходит когда ты говоришь господь наполнение духом святым ты веришь что он тебя наполняет духом святым от получить обещанного духа верой теперь друзья научиться жить так чтобы не что в нашей жизни не отторгала божье присутствие от нас то есть да можно молиться не нужно молиться но в 15 главе и она где вы прочитали что суды прибудьте в мне дальше прибудьте в моей любви друзья послушайте если вы желаете быть наполненными духом святым мы должны разобраться и это очень сложно но мы должны разобраться со всяким эгоизмом в нашей жизни мы ожидаем и мы думаем что все должно крутиться вокруг нас эгоизм лишает нас силы служения эгоизм лишает нас смирения потому что эгоизм это ожидание что кто-то что-то будет делать для меня и невозможно ходить в полноте святого духа если мы не ходим в любви друзья невозможно ходить в полноте святого духа если мы не научимся ходить любви если мы не научимся служить слой божье сказано 13 глава я на что на вечере и господь иисус он что помыло многих для чего чтобы делом показать им свою любовь делом показать им свою любовь и проблема сегодня в том что если мы ходим в эгоизмом мы постоянно ожидаем мы постоянно наше внимание поставить сосредоточено на себе как я себя чувствую что я ощущаю как мои дела и это 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 не позволяет нам довериться богу поэтому мы должны ходить любви мы должны ходить и служить я не имею до служения церкви служить своих семьях людям различным с которым души для нас ведет но теперь смотрите еще за нам 4 глава если мы хотим быть наполненными духом святим потому что я еще раз повторяю эту мысль о которой сегодня говорю богатство это означает быть наполненным богом если мы наполнены богом он будет прилагать все остальное то что мы нуждаемся если мы не будем наполнены богом то вы не сможем быть богатыми в библейском смысле этого слова друзья это разве это не проблема что люди сегодня этого мира они идут за решением своих проблем халдуна к экстрасенсам почему они не идут церковь а потому что церковь давайте будем честными не ходит в силе божьей потому что церковь не богата богом не наполнена богом просто верующие не наполнены богом что верующие не могут проявить в своей жизни бога и я верю что сегодня задача цель церкви стать богатым богом богатый богом наполненный богом для этого мы должны ценить божье присутствие мы нужны жаждать и можем присутствие и вся на 4 никакой огневое слово донесут из уст ваших а только доброе для назидания в вере дабы она доставляла благодать слушающих мы должны следить за своими устами слова имеют огромную силу слова что-то доставляют слова что-то передаю слова являются средством доставки и средства передачи если я хочу быть наполнен богом я хочу быть богат богом я должен начать следить за своими устами я должен друзья говорить только те слова которые будут меня созидать внутри которые не будут меня разрушать и которые будут созидать слушающих меня смотрите там и ваша слово что доставляла благодать слушающий дабы ваше слово доставляла благодать слушающих друзья если вы хотите быть богатым помните кто хочет видеть добрые дни удерживай свои уста от лукавых слов если вы хотите пребывать если вы хотите быть богатыми если вы хотите быть наполненным богом прежде мы должны научиться контролировать свои уста что мы говорим избегать пустословие избегать друзья пустословие что пустословие она так и звучит пустословие это значит что это это зла который тебя будут опустошать то есть слова которые эти некоторые люди они они постоянно пустословие и я думаю что каждый из нас иногда пустословие знаете когда какие-то глупости которые приходят и обязательно их надо высказать но это пустословие тебя и слушающих понимаете о чем я говорю я не против что иногда пошутить можно посмеяться все это нормально но есть пустословие когда просто просто что-то знаете вот просто что-то выходит такое вот такое пустое и не оскорбляйте святого духа божия которым вы искуплены в день искупления если я хочу быть на полу с духом святым я не должен оскорблять духа святого каким образом всякое раздражение и ярость и гнев и крик и злоречия со всякой злобой да будут удалены от вас но будьте друг от добры сострадатели прощайте друг друга как ли бог во христе простил вас и подражайте богу как чадо возлюблены и живите в любви как и христос возлюбил нас обмуты всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым также сквернословие и пустословие из опорства неприличного а напротив благодарение то есть не оскорбляйте святого духа не оскорбляйте святого духа если ты хочешь быть наполнен духом святым не оскорбляйте святого духа и еще один момент значит жаждой бога жаждать бога не оскоргать святого духа ходить любви контролирует свою что и друзья смотрите исполняться духом святым и вязаном 5 и не убивайтесь видом от которого бывает распутство дно исполняетесь духом заметьте не бог исполняет нас духом это наша ответственность я должен исполняться духом я должен исполняться духом таким образом назидая самих себя вас есть это в библии назидая сами себя что такое ожидать это заряжать назидание это это как бы как как зарядка батареи послание уда 20 стих написано назидая себя на святейшей вере вашей молясь духом святым то есть когда мы молимся на и на языках когда вы молимся и когда мы поклоняемся когда мы славим бога мы исполняемся духом друзья хотите практический совет как улучшить вашу молитву жизнь не начинайте вообще никогда не начинаете молитву с просьб а начинайте просто славить пойти те песни которые вы какие-то псалмы которые вы знаете просто благодарите его забудьте о себе созредоточись на боге вообще забудьте о себе и вы увидите что дух святой наполняет и когда дух святой наполняет ты по-другому смотришь на жизнь но исполняйтесь духом назидая самихся псалмами и словословиями и пениями духовными пая и воспевая в сердцах вашим господом друзья чтобы не просто наши уста пели но в сердцах славата была изнутри благодарение богу можете благодаря всегда заведите всегда и за все бога и отца во имя господа нашего иисуса христа благодаря всегда за все учиться благодарить и друзья когда мы богаты богом когда мы наполнены богом поверьте что бог он позаботиться во всем остальном поэтому верю что нужда сегодня церкви быть наполнены богом быть богатым бог стремиться к духовным вещам духовным переживаниям к проявлению духовных даров молиться и и ревновать чтобы бог мог нас использовать для людей джек любви и не допускать эгоизм а мы